Здравствуйте, дорогие друзья. В конце прошлого года заказал электроэнергомонитор PZM004T. Вот довольно быстро, где-то в течение 18 дней, по-моему, пришёл. Вот буквально вчера получил, кроме того ещё ESP32 несколько штук заказали, тоже очень быстро. И решил сегодня попробовать, как это всё работает и сделать какой-то проект вот с этим электроэнергомонитором. Давайте сначала посмотрим, что это такое. Сейчас. Так, вот. Я когда заказал-то сейчас. Заказал его 22го. Да, да, 22го. Да, правильно, 22го заказал. Вот отсюда, с этого магазина. Вот он такой. Так, такой. Сейчас. Так. Вот сам это монитор. Вот сам это монитор. Подключается 220 вольт. Трансформатор тока подключается, через него провод идёт, нагрузка питается, провод через вот это отверстие идёт и измеряет и ток, и напряжение, и мощность и киловатт-часов. Вот давайте здесь было-то сейчас. Вот здесь данные. То есть, данные соответствуют. Я попробую, то, что здесь написали, вот соответствует. Так, диапазон измерения, там два режима есть. Можно с токовым трансформатором и без токового трансформатора. Но я думаю, без токового трансформатора нет смысла. Там до 10 А можно подключить. С токовым трансформатором лучше подключить. Без токового трансформатора с 0 до 10 А ток. И с токовым трансформатором с 0 до 100 А. Теперь, так, 23 киловатта, вот до 23 киловатта мощность можно подключить. Ну, здесь вот все данные тут написаны, я не буду так перечислить. Вот схема подключения, здесь где-то была, здесь вот схема подключение с током, вот с трансформатором тока, вот этот 220, подключается нагрузка, питание через вот это идет внутри, здесь подключено, вот трансформатор здесь подключено, и здесь 220 вольт подключено, здесь выход, сейчас я на плате покажу, вот на этой плате покажу, здесь, здесь высокое напряжение присутствует, вот отсюда, вот в этой части 220 вольт присутствует, то есть здесь надо осторожно не трогать плату, а здесь оптопара стоит, подключается к ноду МТУ, я подключил, вот здесь 4 выхода, 5 вольт, плюс 5 вольт, потом GND, RX, TX, вот здесь подключено, подключается, давайте я по схеме лучше здесь, который я делал, так, вот подключение такое, 220 вольт, нагрузка подключено, здесь 220 вольт, вот к этим вольт подключается, здесь трансформатор тока подключен, здесь выхода RX, TX, TX подключаем RX, RX, TX, здесь мне кажется целесообразно, я не подключил, вот где RX, где RX, вот ноду МТУ лучше через сопротивление 1 кОм подключить, потому что здесь логический уровень, по-моему, 5 вольт, может повредить лучше, вот сопротивление, и питание, вот отсюда, через USB разъем можно блок питания подключить, какой-нибудь, допустим, телефонный любой блок питания подключить, отсюда выход, вот 5 вольт, выход сюда, и здесь еще взял сброс, если вот надо сбрасывать данные киловатт-часов, там записывается в энергонезависимой памяти, можно спросить, если необходимость такой будет, давайте теперь посмотрим видео, я вот покажу, как это работает. Итак, друзья Джан, подключил электромонитор EZEM004T к сети, подключен, подключена лампа, 40-ваттная лампа, подключен, подключен ноду МСУ, создал точку доступа на ноду МСУ, и при помощи телефона смотрим показания, в данный момент, вот, напряжение сети 237 вольт, ток лампы использует 0,18 ампер, мощность лампы 42,4, и, этот, использовал, этот, мощность, то есть, киловатт-часов, 0,0,0,0,3 киловатта, то есть, где-то, вот это, полчаса, или сколько я включен, не оставляю, даже и этот, показывает столько, так, что я хотел сказать, так, получается, да, лампочка 40-ваттная, здесь показывает 42 ватта, но это из-за того, что напряжение сети зависит на 237 вольт, и разница, вот я попробовал тестером, ну, где-то, наверное, полволта разница, если с тестером питается, опять проверять, вот где-то такая разница, я думаю, это допустимо, ничего страшного нету, вот таким образом это работает, это можно устанавливать у счетчика, и прямо с телефона снимать показания счетчика, надо, с телефоном подключаемся к точке доступа, вот, в Wi-Fi, подключаем, находим IP-адрес, здесь, 10.10.1.10, набираем IP-адрес, потом этот, пароль, логин, сети, там какой будет, набираем, на браузере, набираем, вот, IP-адрес, 10.10.1.10, и это, подключаемся, здесь будет показывать показания, вот, вроде, здесь все остальные на компьютере объясню, как это происходит. Так, теперь, давайте, вот, сейчас, данный момент у меня подключено, вот, здесь подключено показания, вот, 237 В, ну, где-то 237, 238, 0,18 Ампер ток, мощность тоже колебается, 42 и 8, 42 и 7, и показания, вот, это, киловатт-часов уже, там, 3 было, 0, 0, 0, 3, теперь уже стало, 0, 0, 5, здесь, вот, IP-адрес, 10.10.1.10, и, кроме того, здесь еще этот, пароль, надо, я там забыл, видео сказать, когда набираем, вот, это, IP-адрес набираем, здесь еще дополнительный пароль, то есть, когда телефоном подключаемся, к точке доступа, там пароль надо набрать, потом, здесь тоже пароль надо набрать, чтобы вот это подключаться. Теперь, давайте посмотрим в FL PROC, как это происходит, так, здесь FL PROC, ну, здесь это точка доступа у нас вот подключена точка доступа нода mcu выбран здесь имя сети у меня ноды написано здесь пароль для подключения как всегда я один два три четыре пять шесть семь восемь но это вы сможете поменять вот сет по-другому назвать пароль тоже по-другому здесь у нас вот это использовал fb block pzm 004t сброс сделал вот можно сброс вот показания счетчика то есть это сколько киловатт часов можно обнулить так внутри у него вот отсюда выхода как и использовал подключил здесь да еще есть выхода можно выход частоты но я думаю зачем это надо частота там колебается мой там пол герца сюда туда и коэффициент мощности тоже я думаю что никому это не нужно наверно здесь период опроса тысячи миллисекунд ну одну секунду ты можно увеличить уменьшить но я думаю вот это нормально еще не трогать так здесь подключена к перемене и здесь вот посмотрите то есть на 10 раз вот это напряжение здесь 10 раз больше показывает то есть видимо это вот из-за того что сейчас токовый трансформатор я подключил и надо делить на 10 если без токового трансформатора скорее всего уже будет нормально с токовым трансформатором наделите на 10 потом здесь только в миллиамперах показывает это делим на 1000 чтобы показывал вот это амперии потом мощность тоже вот надо разделить на 10 и киловатт часы вот это там ватах было опять это на 10 чтобы было киловатт часы и здесь в этот как его сложение строк вот это все надо сложить и этот подать да я забыл сказать что здесь у меня используется и спу ай вот это интерфейс это здесь отсюда давайте посмотрим веб-интерфейс вот здесь выключил авторизацию авторизация включена и здесь значение вот это пользователь по заем написали этот пароль 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть это тоже можете заменить свой и первоначально когда подключаемся вот это набрали в браузере айпи адрес 10 10 1 10 вот здесь есть надо вот это пользователи пароль набирать чтобы можно было подключаться так здесь что еще здесь это на прошлых видео я показывал вот это как с есть если кому интересно смотрите прошлые видео как это все делается вот здесь строки как делаю вот перевод строки вот такие вещи и вот эти все значения вот при помощи вот этого fb блока уже отображается на браузере вот таким образом это работает мне кажется это очень нужная вещь хороший вещь и этот прямо в электрощитке это устанавливать и прямо при помощи телефона наблюдаете сколько там потребляет вот это электроэнергию и ток какой то есть я думаю это очень нужная вещь в хозяйстве так вроде все спасибо за внимание до свидания